Библейский портал экзегет.ру представляет Вы ведь сами знаете, что они для нас неизбежны. Интересно, у них происходят какие-то скорби. Вместо того, чтобы начать расписывать, вот кто-то плохой, вот вы страдаете там безвинно, вот то, сё, пятое, десятое, Павел говорит, да ведь я же предупреждал, что всё будет так плохо. Дело не в том, что происходит, дело в том, где вы. Ещё когда мы были с вами, предупреждали о предстоящих скорбях, и, как вам известно, они пришли. Так что я, не вынося разлуки, послал его к вам, чтобы узнать о вашей вере. Не совратил ли вас искуситель? Не вышло ли, что мы потрудились пустую? То есть, смотрите, когда с человеком происходят плохие вещи, любые серьёзные плохие вещи, мы ему сочувствуем и стараемся как-то поговорить об этом, утешить, сказать, там, заболел, но ничего, может быть, удастся вылечиться, там, я не знаю, какие-то крупные неприятности по работе, это пройдёт, там, в семье что-то как-то помочь. Павла интересует, по сути дела, только одно – ваша вера. Крепка или нет? Иначе всё зря. У него очень чёткая расстановка приоритетов. Он человек, который очень мало обращает внимание на внешнюю сторону событий, но очень много для него значит то внутреннее состояние человека, которое порождается этими событиями. И он столько добрых слов, сказав фессалоникийцам, как будто полным молчанием обходит негатив, который у них происходит. Он лишь говорит, да, вот там что-то плохое происходит, мы не знаем, что. То есть вы сами знаете, что, мы даже не будем это обсуждать. Наверное, потому что обсуждать плохое, значит, застревать в этом плохом. Павел пытается понять самое важное. Вы-то как? Вот ваша вера как? То, что нас объединяет, оно по-прежнему с вами? Теперь Тимофей к нам вернулся с благой вестью о вашей вере и любви, о том, как вы постоянно поминаете нас добром и стремитесь нас повидать, как и мы вас. Так, братья, мы получили благодаря вам утешение в наших нужных и скорбях. Его принесла ваша вера. Вы твердо стоите в Господе, а значит, и мы живы. Смотрите, Павел мог сказать, да, вот у нас тут все хорошо, мы живы, здоровы. Ну, или не все хорошо, но мы, по крайней мере, живы. Он говорит, вы стоите на ногах, значит, мы живы. Вот ответственность того, кто обращает людей к Богу. Стоит ли на ногах тот, кого ты обратил? Если да, то ты жив. Если нет, то ты мертв. Трудно это принять. И как бы мы могли отблагодарить Бога за вас после всей той радости, которую вы нам принесли пред Богом нашим? Денно и ночно молимся о том, чтобы нам встретиться с вами лично и дополнить вашу веру всем, чего ей не достает. И только тут Павел намекает, как бы, что чего-то вашей вере не достает, она еще не полна. После таких комплиментов, такой, ну вот, прямо, я не знаю, выставки достижений фессалоникийцев, ну, все у них хорошо. Он говорит, да, у вас чего-то не достает, ну, я бы хотел с вами повидаться и все это уточнить. Вот он не скупится на похвалы, и вместе с тем эти похвалы чужды такого, знаете, пафоса, вот, ура, 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 чужды такого канцелярского стиля, когда, позвольте заверить вас в нашем совершеннейшем к вам почтении, да, это очень живые похвалы, которые не исключают недостатков, которые упоминают и всякие неприятности, скорби, которые происходят с людьми, и говорят о том, что им чего-то не достает. Вот, но не это главное. Вот, он умеет сосредоточиться на главном, и здесь он как бы завершает письмо, хотя еще есть целых две главы, но вот в конце третьей идет такое как бы завершение, а может быть, даже там некоторая склейка, то есть к первым трем главам присоединили две других, которые составляли изначально отдельное послание, но неважно. Пусть же сам Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос направят наш путь к вам, а вас, Господь, пусть с избытком наполнит любовью друг ко другу и ко всем, такой же, как наша любовь к вам, чтобы сердцам вашим утвердиться в непорочности и святости пред Богом и Отцом нашим в день пришествия Господа нашего Иисуса Христа со всеми Его святыми. Аминь. Вот такое словословие, грубо говоря, он хочет сказать, я был бы очень рад с вами увидеться, но и это для него становится поводом для, во-первых, благодарения Богу, для благословений и для того, чтобы говорить прежде всего о том, что их связывает, прежде всего вот об этой самой вере, любви и надежде на новую встречу. В четвертой и пятой главах он как-то еще раз к фессалоникийцам обратится по одному, наверное, очень конкретному поводу, какому узнаем в четвертой главе.